Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов насчитывали около 30 хищников, и многие ученые не верили в возможность возрождения популяции. Но вопреки этому работа по сохранению редкого хищника была предпринята. Усилиями экологов и государства в 2012 году для сохранения редкого зверя был создан Национальный парк «Земля леопарда», которому сегодня исполняется 6 лет. Уже в 2015 году в нем зафиксировали около 70 дальневосточных леопардов. «Наши прогнозы были оптимистичными, и с 2012 года численность самой редкой крупной кошки на планете значительно возросла», подчеркнул Сергей Донской. Основной метод исследования – фотомониторинг. На территории парка действует около 400 автоматических камер, которые фиксируют все передвижения леопардов, любые изменения во внешнем облике и жизненном цикле. Ученые земли леопарда знают всех своих подопечных в лицо и легко выявляют новичков. Работа над проверкой фотоловушек и обработкой всех данных за 2017 год заняла несколько месяцев. Результаты были перепроверены и оглашены в ходе пресс-конференции. В 2017 году на территории Национального парка «Земля леопарда» за весь год было зафиксировано 84 взрослых особи леопарда, а также 19 котят. Из них 12 маленьких. Также в ходе общения с журналистами специалисты отметили, что в науке при оценке численности используются данные только о взрослых животных, так как в дикой природе среди детенышей высока смертность. Однако зафиксированное число зрелых леопардов говорит о росте популяции этих кошек. По словам сотрудников нацпарка, такое увеличение числа объясняется несколькими факторами, среди которых расширение мониторинговой площади на территории парка. В 2017 году количество фотоловушек было увеличено. За время учета сфотографировалось немало леопардов, которые в прошлом году были котятами. Охрана территории, охрана не только леопарда напрямую, а также всех уровней биоциноза. Это охрана копытных, это охрана непосредственно лесных массивов, то есть среды обитания этих хищников. Ну и плюс леопарды стараются. Национальный парк земля леопарда – ядро дикой популяции пятнистой кошки. Здесь хищники защищены от браконьеров, а также не испытывают проблем с пищей. По мнению специалистов, пока неизвестное количество леопардов, вероятно, существует и за пределами охраняемой территории. Чтобы в этом убедиться, научный отдел учреждения ожидает данных от коллег из КНР, на территории которой в прежние годы также фиксировались эти редкие кошки. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.